Доброе время суток, уважаемые вермеры и вермерши всех масштабов. Вот еще раз показываю. 26 марта 2015 года. С вами Виктор Дулин. Доброе время суток. Вот так я выгляжу в очках. Вот так без очков. Но здесь я, как правило, в очках. Мы с вами находимся, не побоюсь этого слова, на широкомасштабном вермепроизводстве. В этой комнате выращен не один миллион червячих. В свое время вместо этого шифонера до потолка стояли ящики. Деревянные причем. В те времена, в 2000-х годах, еще не было в начале 2000-х таких пластмассовых ящиков. И держали просто в деревянных ящиках. Все возможно. Ну и вот, как видим, здесь провожу лабораторные исследования семи видов дождевых червячишек. Вот видим, здесь зене Андрея, к примеру, 17 февраля посажено этого года. 50 полувозрелых, 5 ящиков винилов. Но, как видим, для вот этих червячишек нужны, для таких исследований, нужны вот такие коробушки. В таких же коробушках я поставлял червячишек наших ангелов земли во все магазины с 2000-го года. Но стояли они всегда в ящиках. Вот таким образом, понимаете. И, соответственно, червячишки дышат. Здесь этот углекислый газ снизу набирается. И если там вдруг много корма, аммиак. И, соответственно, заполняет эту емкость. И они могут просто-напросто задохнуться. Чтобы и так оно частенько и бывало. Вот. И однажды... Кстати, вот в такой ящик улазит 8 коробок, когда они вот так на боку лежат. И всего лишь 6 коробок, когда они стоят вот таким образом. И вот однажды у Томаса Витма, где хранились эти коробки, несколько ящиков у него уже освободилось. Червячишек продал. И он решил, так сказать, или не знаю, кто там у него, женщины-продавщицы, решили всё это сложить в один ящик оставшийся. А чтобы больше влезло, они вот таким образом эти коробки поставили на бок. Каково же было моё удивление. Но это только часть коробок они так поставили. Когда я увидел, что через определённый период, когда пришёл менять на новую, через определённый период я увидел, что вот в тех коробках, которые стояли таким образом, корм съеден гораздо быстрее. Червячишки все абсолютно живые, навалом коконов и никаких процессов, связанных с переувлажнением или и прочие недостатки, я там не наблюдал. И до меня дошло. Так просто. Как же до этого я сразу не сообразил, что ну возьми, поставь коробку на бок и всё, все проблемы будут решены. Вот видим, лишнее на газету стекает, что-то там есть. Нижние коробки не мажутся, зато червячишки никогда не задохнутся. Тут главное не накласть вот этого корма и субстрата больше, чем пол коробки. Если литровая коробка, значит всего нужно туда заложить корма и субстрата старого. Корма не более 100 грамм и субстрата, чтобы общая масса была не более 500 грамм. Ну и вот, соответственно, нужно делать вот в этих крышках отверстия. Вот видим, отверстия могут быть вот такие продолговатые. Это уже для крупных червячишек, потому что через такие отверстия могут выползти. И такие отверстия я делаю вот с помощью электровыжигателя наконечника. И здесь я вам этого показывать не буду, потому что делаю обычно это на балконе. Вот это новый электровыжигатель, а этому уже, наверное, лет 40 с лишним. Еще мои дети, 40-летние, даже больше, выжигали им, пользовались. И вот мы видим, он тут уже, наконечник у него испорченный слегка. Ну, все это взаимозаменяемое. Ну, это когда у меня появились коробки с новыми крышками. А новые крышки отличаются от старых. Что, во-первых, они вот видим, вот эта новая крышка, сейчас я вам показываю. Она повыше, чем старая. Вот видно, насколько старая вот эта крышка. Она из более толстого материала. И даже на холоде, когда делаешь отверстие, то вот это не растрескивается сама, сам полиэтилен. Если холодно, то этот полиэтилен может растрескаться, когда делаем отверстие. И, соответственно, крышка будет испочена. Но, чтобы не растрескалось, либо держу в помещении, либо подогреваю лампой, когда нужно сделать эти отверстия на даче, например, в холоде. Дальше. Как это можно сделать вручную? Даже ребёнку, моей внучке 2,5 года, она с удовольствием это делает. Вот такие вот отверстия. Видим, как эти отверстия делаются. Вот берём катушку обыкновенную с нитками. Я сначала толстой иглой делаю отверстие в катушке. Потом беру более тонкую иглу. И вот таким образом протыкаю туда, чтобы игла как следует закрепилась даже не только в нитках, но и в дрюсине. Видим, уже тут вот внучка немножко сопливила. И иголка даже зажарела, когда она занималась этим делом. А дальше она садится и с удовольствием выполняет. Разочек, конечно, укололось. Но с удовольствием вот таким образом эти дырочки здесь делают. Вот, обратите внимание, вот видите, дырочки сделаны. А по периметру вот эти вот сделаны аккуратненько. Для этого у нас есть специальная машинка Zinger. Но вот эта ткань, как видим, подстелена. Это портянка старая. Четыре шлоя. Для чего? Чтобы иголка проникала на глубину большего диаметра. Вот где у неё максимальный диаметр начинается. Вот, чтобы отверстия все были одинаковые. В эту ткань проникает иголка. Ну, меры безопасности, конечно, внучка сначала не соблюдала. И жена это делала. Ну, вот они вручную делают. А я ленивый человек. Поэтому у меня есть вот тут машинка Zinger. В которой я шью мешки. Вот видим, здесь вот молния как раз. Вот видим цену этой молнии 65 центов. И, соответственно, все это я держу аккуратно. В чехле. Чехол снимаем. Дальше, что нужно делать. Это поднимаем. Это все внучка делает. Лапку поднимает. Свет тоже она включает. Эту подкладку тоже внучка убирает. Эту крышку тоже она уже научилась. Вот эту тоже. А вот челнок убираю уже я сам. Челнок нужно убрать. И из иголки, соответственно, нужно вытащить нитку. А дальше все очень просто. Все ставим в исходное положение. Ставим камеру на стол. И вы наблюдаете, как это очень быстро делается. Опускаем лапку. И процесс пошел. Вот таким образом. Внучка крутит. Или нажимает педаль. Или это делает боевая моя подруга. И вот таким образом равномерно, конечно, все вот это дело растрачивается. Но количество этих отверстий должно быть, так скажем, много. Вот видим, сколько я отверстий наделал. И дальше эта коробочка уже может заниматься и внучка здесь разводить червячишек ангелов земли наших вот в таких коробочках. И даже такой крутой профессионал, как я, может проводить эксперименты по плодовитости семи видов наших технологических дождевых червей. Что они предпочитают кушать. Вот, например, я уже часто вам говорил, этот подруга к Пасхе тут проращивает. Здесь у нас растет на подоконнике, как видите, это тоже вотчина моей подруги. Вот тут у нас светодиодный подсвет. И я вот так показываю вам улицу. Буду говорить о том, как мы наших червячишек кормим. Вот исхитряются там кормить комбикормом, всевозможными навозами там и прочее, прочее. Ну и где я буду... Ну, комбикорм можно, предположим, купить. А где я вот в городе на четвертом этаже найду корм для червячишек. Очень просто. Очень они любят, чтобы пища была разнообразной. А мы с вами все ядные. И едим все. А перерабатывает наш организм всего-навсего КПД в организм. Как у паровоза, около 15%. Все остальное, все эти полезные вещества, мы сливаем в унитаз и плюс поливаем еще там до 10 литров чистой питьевой воды. Так вот мы этого не делаем. Я эти фекалии смешиваю один к одному с золой. Добавляю одну пятую часть песка. И вот эту смесь, номер один, как я ее назвал, укладываю на дно, на самое дно вот такой коробочки. Все это делаю, соответственно, на балконе, а не в комнате. Логично, да? Почему? После этого сверху укладываю еще перемороженные кухонные отходы до массы 150 грамм. Ну, половина из них вот эта смесь номер один. И дальше остальные 250 грамм докладываю уже привычным вермикомпостом. И в него, откуда я выбрал червячишек, и в него сюда поселяю до 55 полувозрелых особей той, того или иного вида. И на этом закрываю крышечкой, не поливаю ничего, кухонные отходы не измельченные. На этом процесс закладки на месяц, а то и на два. Вот эти, как видим, здесь просидели с 28 января, эти с 24 января просидели. Уже два с лишним месяца, пора бы их перебрать, посмотреть, выбрать коконы и прочее. Так что вы увидели, как очень легко и просто сделать вот одну секцию, не побоюсь этого слова, вермифабрики литровой. Вот это и есть секция, это и есть принцип основной. Вертикальная вентиляционная решетка. Единственное, что в этой такой фабрике не обеспечивается переход червячишек из одной секции в другую. А это будет в следующих наших уроках. Всё это я вам расскажу. Доброго вам здоровья, благополучия. И вот, чтобы вам, боевые ваши подруги, разрешали и сами занимались с удовольствием. Вот таким верми-бизнесом в квартире, никуда не выходя и не выбрасывая мусор и не сливая ценную воду. Всего доброго. С вами был Виктор Дулин. Надеюсь, что этот раз претензий на мой голос тихий не будет. Хотя я не командовал, как это делал обычно на плацу, когда командовал полком. Всего доброго. Ещё раз здоровья и благополучия. И вот таких вам этажек. Продолжение следует...